Приветствую тебя дорогой зритель! На обзоре портативная солнечная панель, которая способна заряжать начиная от мелких гаджетов и заканчивая какими-то крупными, например, нетбуками или ноутбуками, которые питаются от технологии Power Delivery с помощью USB Type-C. Я провел тесты и могу рекомендовать уже сейчас данную панель для зарядки гаджетов. И конечно дальше вы увидите эти тесты, но давайте по порядку. Вначале цена, а потом комплектация. Модель, которую заказал я мощностью на 28 Вт, стоит 46 долларов 53 цента. Можно использовать купон, но учтите, что платная доставка. В моем случае вышло около 52 долларов. Есть панель чуть поменьше на 21 Вт. Мощность добавляется, если увеличиваются вот эти солнечные панели. Есть еще меньше, хотя здесь панелей больше, но она более компактная. И есть самая усиленная версия, которую я не стал покупать, но возможно вы обратите на нее внимание. Ее стоимость 62 доллара. Комплектация и мощность та же, но материал панелей совсем другой, под названием ETFE. В Украину была доставлена курьерской службой Мистэкспресс за 18 дней. В комплекте получаем куча переходников под разные гаджеты, кабель для подключения этих же переходников, крокодилы для зарядки автомобильного аккумулятора, кабель для подключения в автомобильную розетку, два карабина для крепежа и инструкция, в которой детально все расписано. Какой должен быть угол наклона, какой коэффициент принятия энергии от солнца, а также сколько выдает панель в амперах через USB и напрямую. Данный гаджет достаточно практичный и его оценят не только путешественники, но и люди, которые сейчас проживают в Украине и возможно остались без света и реально может восполнить заряд энергии в вашем гаджете. В сложенном состоянии напоминает планшет или папку и по толщине не больше 3 сантиметров. Благодаря липучкам сама не открывается. Именно здесь располагается блочок с выходами, а также сумка в виде конверта, в которой не только можно переносить аксессуары, но и использовать этот карман для того, чтобы там лежал ваш смартфон во время зарядки. У блочка с разъемами имеется собственная заглушка, чтобы туда не попадала пыль. На порту USB Type-C можно получить 5 вольт, 2,4 ампера, 9 вольт, 2,4 ампера, 12 вольт и полтора ампера максимально. Функции Power Delivery здесь нет, поэтому и заряжать ноутбуки, которые питаются от USB Type-C тоже нельзя. Но дальше я покажу, как это все-таки можно делать. На полноценном USB-A можно получить, как заявляет сам производитель, 5 вольт, 3,8 ампера. Ну а напрямую можно получить от 12 до 18 вольт, полтора ампера. Но у меня получилось во время тестов получить стабильно 23 вольта. Материал солнечных панелей – монокристаллический силикон. Коэффициент конверсии солнечной энергии 18%. В разложенном состоянии она практически метр, если быть точным – 98 см, а в ширину – 30 см. Вес ее составляет 920 грамм. По углам кольца с отверстиями, куда можно зацепить карабин и закрепить на любой поверхности, например, на забор или какое-то дерево, а можно даже на себя. Сама панель собрана качественно, не боится капель воды, обшита износостойкой тканью и панели слегка гибкие, поэтому они не разобьются, если вы их будете транспортировать. Дорогой зритель, хочу попросить тебя об одной просьбе. Уверен ты не первый раз на канале «Зыгратчики обзоры». И статистика говорит о том, что с подпиской видео смотрят всего 2,4%, а без подписки смотрят 97% зрителей. То есть смотрят, но не подписываются. Просто из предложенных ютубом видео смотрят время от времени. Не забудь, пожалуйста, подписаться. Для меня это важно и это с вашей стороны огромная поддержка. Ну а если вы подписаны на канал, то статистика говорит о том, что из 85 тысяч подписчиков всего лишь 11 тысяч подписчиков включили уведомления в пункте «Все параметры». Если вы подписаны, то проверьте, включены ли у вас уведомления, чтобы получать извещения о новых видео. Можете смело даже сделать такой шаг – отписаться и снова подписаться и включить все уведомления, потому что ютуб иногда глючит. Спасибо за внимание. Продолжаем обзор. Хочу сделать акцент, что данная солнечная панель не имеет собственной возможности накопления энергии. Поэтому будет заряжать только тогда, когда на улице отличная солнечная погода. Я попробовал измерить ток сразу на распаковочном столе. Просто от дневного света, который поступает с окна, я смог получить около 10 вольт. Но такого вольтажа не хватало, чтобы запитать USB-выход 5 вольт и хотя бы какую-то USB-лампочку. Съемки я производил 4 января 2023 года. И несмотря на то, что на улице была солнечная погода, но было очень много туч. Испытывать солнечную панель зимой – это еще то испытание. Замерив ток напрямую, он составлял практически 23 вольта. Подключаем смартфон на зарядку. И у нас скоростная зарядка в полноценном порту USB-A. Так мой смартфон зарядится за 3 часа. Теперь проверим с помощью USB-тестеров, какой вольтаж и ампераж выдаются реально. Снова подключаю смартфон и видим, что скоростная зарядка присутствует и ампераж соответствует. Отлично! Это значит, что и смартфоны, и планшеты, и подобные гаджеты данная панель будет смело заряжать. Ну а теперь проверим на максимальную нагрузку. Вольтаж просел на уровне 3,3 ампера. Это при том, что у нас небо с тучами, да еще и зимой. Ну а дав немного больше нагрузки, 3,36 ампера, сработала защита. Я попробовал заряжать сразу несколько устройств. Например, зарядка 18650 и Powerbank Basseus Blade. И все заряжалось. Это здорово! Но у нас есть еще один свободный порт. Прямой порт питания, для того, чтобы можно с него было взять. От 12 до 18 вольт. Когда эти два гаджета заряжались, на выходе там мы получаем вместо 23, который ранее показывал мультиметр, 11 вольт. Если отключить Powerbank, то вольтаж сразу подскочил до 22 вольт. Естественно, нагрузка распределяется. Но как только подключаем вновь Powerbank, вольтаж падает до 11 вольт. Если там сейчас 11 вольт, значит можно подключить третье устройство, которое работает от 12 вольт. Например, Wi-Fi роутер, или как в моем случае, уличный Wi-Fi роутер со встроенной сим-картой. Обзор на него смотри здесь в подсказках, а также оставлю ссылку на покупку в описании в этом видео. Спустя минуту он уже был подключен к Wi-Fi. Все работает. Отлично. Три устройства при зимнем солнце. Ну а теперь расскажу, как можно подключить технологию Power Delivery, чтобы заряжать ноутбуки от USB Type-C. Вот с помощью этого устройства. Зарядка, которая питается от 12 до 28 вольт. И на выходе мы получаем Power Delivery до 20 вольт и мощностью 100 ватт. Отлично. Подключу сейчас Powerbank Bass House Blade и на дисплее отображается информация, что он заряжается сейчас на 19 вольтах. Решил еще проверить USB светильник, который в комнате на столе для обзоров не включался. Здесь же он светит максимально. В теории данную портативную солнечную панель можно закрепить на себя или на свой транспорт. Я тоже это сделал, смотрится забавно, но это все для тестов. Панель висит передо мной, я стою спиной к солнцу, вольтаж 20 вольт. Но когда я поворачиваюсь к солнцу, он поднимается до 23 вольт. Все эти тесты показали мне, что для хорошей зарядки нужна отличная, хорошее солнце и под правильным углом выставлена панель. Она действительно работает, она действительно заряжает и я ее рекомендую. Ссылка на нее есть в описании под видео. Ставьте лайк за труды. До встречи в новых видеопроектах. Субтитры сделал DimaTorzok